Что-то я волнуюсь. Ваня и Ксюша пересматривают видео со своей свадьбы. Вот он закружил её в танце, Ксюша кидает букет невесты. Жених радуется с друзьями. Там, в кино, они ещё не знают, что через 9 дней их жизнь так изменится. Я споткнулся, и он, получается, ну, пошёл по мне. Почему ты смеёшься? Ну, не знаю, потому что это бред. Мы провели с Ваней и Ксюшей целый день. И узнали, о чём переживают и мечтают эти ребята. И чего бы в их жизни точно не было, если бы не та поездка на дачу полтора года назад. Ваню давно попросил поехать на дачу. Я не поехала. Мы, ну, 9 мая, встретились с подругой, гуляли по городу. А потом позвонила Ваня на маму и сказала, что Ваня порезал ногу. Ну, типа, ничего страшного. Ему тогда сказали, вот, сейчас тебя быстренько зашьём. Я не знала, что там у него столько всего там порезано было. Иван Самоделкин спешит не на тренировку по фигурному катанию, как раньше, а на практику в школу к своим десятиклассникам. Ваня учится в институте имени Летгопта, на учителе физкультуры. Ты волнуешься, когда проводишь? Конечно, каждый раз. Девочки, десятый класс, встаньте вперёд. Класс, троисть. Мирно. Направо. По залу. Бегом. Марш. Псюша и Ваня всё детство тренировались на одном и том же катке, но встретились только, когда им было по 14. Последние годы они артисты ледовых шоу. Вместе ездили на гастроли за границу. Ещё со школы Ваня хотел быть тренером, но не ожидал, что станет им так рано. 23. С обычными детьми, ну вот в школе, как-то не очень я себя ловко чувствую. То есть я не могу ещё поймать вот это, правильно я их нагружаю, неправильно. То есть они начали за здравие, закончили, ну там просто все уже. А ну на самом деле мы ничего сложного не делали. У Вани на протяжении спортивной карьеры не было ни одной серьёзной травмы. Держал равновесие с пелёнок и выполнял сложные трюки. Но именно в тот день 9 мая он не смог увернуться от мотоблока и споткнулся на грядке клубники. Я пахал землю на этом культиваторе, мотоблоке. Начал останавливаться, начал отжимать ручерок сцепления. Вот, его замкнуло. Я споткнулся и он, получается, ну пошёл по мне. Перечные случайности это 9 мая. Это 9 дней после свадьбы. Это, что замкнуло, это сцепление именно тогда, когда я шёл назад. И я при этом ещё и споткнулся. Комба собрал. В районной больнице рану зашили. Так делать было нельзя, как потом скажут врачи в Петербурге. Началось заражение крови, и врачи уже боролись не за спасение ноги, а за жизнь самого Вани. Там спать не могла, меня трясло, но мы думали, что делать. Папа у меня ворвался в палату, и Ваню так телефон показал. Вот, смотри, тут такой протез, мальчик бегает на велике, катается. Сейчас у Вани стоит механический протез. На нём он может ходить и даже помогать родителям на даче. Семья любит собираться там. Строил дачу Ванин дедушка. Он тоже потерял ногу, но из-за болезни. Ну, я видел, как мужчина нормальной работы, то есть он на огороде, там, сам построил веранду на даче на одной ноге. У него не было протеза. Ты на какой катаешься? Ну, сейчас на одиночке, а может, на двойке. А вот здесь двойки. Тренировки на грибной базе заменяют сейчас Ване каток. Сюда он пришёл год спустя после трагедии. Говорит, что без спорта не сможет. Ну, как тебе вообще вот так на водичку пересесть? Ну, мне почему-то показалось это близким. То есть просто не лёд, а вода. Скользишь, да, по ничью? Ну, грубо говоря, да. Как найти вот такое второе фигурное катание, ну, непонятно. Что до сих пор он не верит, что на этом, как бы, ну, на фигурном катании жизнь не заканчивается, что есть ещё дофигища всего. Ваня хочет попасть на паралимпиаду по гребле. Для этого тренируется шесть раз в неделю на специальном тренажёре. Ну, мне кажется, чтобы быть в форме, надо просто всё время заниматься. Без перерывов. После случившегося Ксюша тоже ушла из ледового шоу. Сейчас она тренирует детей. Гордишься? Конечно. Грустно? Ну, есть немножко, но лёд и лёд. Тебе поставят протест, ты сможешь кататься? Я хочу. Я уже, ну, как бы, потрясаю это иногда. Ну, да, хочется хотя бы это, так, чисто, ёлочкой покататься. А расскажи, что она сейчас обучает чему? Ну, что это за... Это фонарики назад. Или листочки. После трагедии Ваня активно занялся бодибилдингом. Успехами начал делиться в личном блоге. Правда, после прихода в греблю набранную массу пришлось скинуть. Не помещался в лодку. В итоге он похудел, и гильза от протеза стала велика. Сейчас при ходьбе испытывает дискомфорт. Есть свои особенности. Она сгибается? Она сгибается. Просто по лестнице как подниматься. Ну, ты давай покажи, что ты чай переднёсишь. Умение держать равновесие на льду очень помогает Ване в его новой жизни. Недавно освоил новый элемент фигурного катания – по паркету. Главное у нас наш активный тапчик из окей. Да, скользящий. Да, скользящий. Поэтому мы его даже с собой берём. О, тебе чай несут. Олекса появилась в семье Самоделкиных, когда Ване только-только сделали операцию. О собаке они мечтали давно, но завести не решались из-за постоянных гастролей. Ксюша решила сделать мужу сюрприз. Мы даже тайком в больницу принесли сумки. Она маленькая такая. Вот Иван, ну, там новое лицо выкатили. Совсем скоро Ваня сможет выполнять и не такие трюки. Он ждёт изготовления нового протеза – бионического. Сейчас идёт примерка. Надо прямо надавить на него, да? Нет. Надо переносить. А какие ощущения? Обидные. Вначале он будет однозначно дискомфортным, но через какое-то время он привыкнет к пользователю, пользователь к нему, и тогда будет шаг строиться совершенно по-другому. Врачи успокаивают. Нужно время, чтобы научиться им управлять. Ну, это просто тест-проект для того, чтобы ознакомить пациента с разными возможностями, которые предлагают ортопедическое. Ну, на самом деле, когда ходишь на механическом шарнире, ты полностью его контролируешь, понимаешь, что он сейчас сделает, что от него ждать. А здесь непонятно. Потому что он анализирует его походку и принимает решения различные, в первую очередь направленные на максимальную безопасность, чтобы это не споткнулся, не упал. Ваня получит свой бионический протез уже в этом году абсолютно бесплатно через фонд социального страхования. Стоит он около трех миллионов. На нем он сможет бегать, плавать, ездить на велосипеде и, может быть, даже кататься на коньках. А чего сейчас хочется? Найти себя. Наверное, такого уже не будет. Ну, или, может быть, я потом себя в этом найду, как фигурное катание, допустим. Но хотя бы что-то близкое к этому. О своих достижениях ребята делятся на личной странице в Инстаграме. Вот Ваня научился делать сальто, вести машину, отжимая газ и тормоз левой ногой, и кататься на самокате. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне, моя девочка. Ваня и Ксюша еще до позднего вечера будут пересматривать эти кадры. Вспомнят и свой свадебный танец. По задумке хореографа пара танцует в тумане. Иногда они теряют друг друга, но, несмотря на плохую видимость, всегда находят. Спасибо.